Привет, ребята! Хочу вам представить нашу последнюю разработку. Я хотел бы сразу заговорить несколько моментов, чтобы у меня не было проблем ни с Фейсбуком, ни с кем. Я снимаю с себя ответственность за выводы, которые могут быть сделаны третьими лицами на основе нашего исследования. То есть я сделал исследование, я имею личное право, как гражданин Дании, описать этот феномен своими словами, субъективно. Соответственно, я не настаиваю ни в коем случае на истину в последней инстанции. То есть это мое субъективное мнение. Так что воспринимайте это именно так. Все, кто читал мои посты на личном аккаунте с начала апреля и до конца мая, знают прекрасно, что я переболел двухсторонним инфекционным исполнением легких, в тяжелой форме, лежал в общей сложности 7 раз в госпитале в Копенгагене. Поэтому априори не могу не посочувствовать искренне всем другим жертвам этой болезни во всем мире. Наше исследование, фокус нашего исследования исключительно был сделан на входящие и официальные данные от грузинского правительства. То есть в новых кейсов, вот они у нас здесь под колонкой C, новые кейсы, new cases, bing, это новые кейсы. Дальше это будет озвучиваться как new cases. И рядом у нас колонка D, daily new cases, moldometer. Moldometer, в отличие от bing, аффилирован напрямую с правительством Грузии. Они имеют какой-то контроль, по крайней мере, над теми цифрами, которые там публикуются. Bing – это корпорация глобального масштаба Microsoft, американская корпорация. И там у них, я имею в виду сейчас правительство Грузии, у них ограниченные возможности, скажем так. То есть раз числа, которые были опубликованы 8 месяцев назад, они уже не могут быть задним числом через 8 месяцев, вдруг неожиданно видоизмениться или вообще исчезнуть. То есть вот разница между ncbing у нас в синих цветах, это я ассоциирую со свободой, американской мечтой, цвета американского флага. И у нас ДНС и Moldometer, как у гражданина Советского Союза, не могут и никакие другие ассоциации, которые вы прекрасно все понимаете, что это за ассоциации. Еще раз отмечаю, что у нас фокус нашего исследования сугубо на входящих данных, input в нашей датаматике, вычислениях, калькуляциях, только на основе New Cases Bing, Daily New Cases, Moldometer. Все. Это у нас вот эта light version. То есть все, чтобы вы понимали прекрасно. И этим я также хочу сказать, что мы ни в коем случае, а мы это исследовательская группа датская, грузинская, Копенгаген, Белиси, с Ольгой Алашвили и Владимиром Пересекиным, молодой. Мы ни в коем случае не оспариваем ни профилактику, ни методику, ни провенцию COVID-19 в Грузии. Это никогда не входило в рамки нашего исследования. Это вот следующая рамка. И я перехожу теперь на объяснение структуры нашей таблицы, которую вы видите на ваших экранах. Мы вошли на Bing и на Woldometer, и там в реальном режиме каждого дня публикуются данные, которые в случае с Bing относительно легко считываются, наводя мышку. И можно, в принципе, зарегистрировать количество новых кейсов. Но в случае Woldometer там просто ужас, невозможно было даже считать. Очень тяжело было, то есть надо мышки крутить взад-вперед, пока, может быть, не выскочит окошко с цифрами новых кейсов. Мы начали наше обследование или исследование с 28-го, 2-го, 20-го. На самом деле у нас дата была ранее версия, это 26-е, 2-е, 20-е, когда был зарегистрирован первый случай COVID-кейса в Грузии. Но об этом более объемно и весомо скажет Ольга в своем подкасте. Я не буду на этом задерживаться. То есть наша стартовая позиция 28-й, 02-й, 20-й, это условно, потому что в другой версии нашего файла там фигурирует на самом деле 26-е, 2-й, 27-й, 2-й. То есть как бы это немножко условная дата. Начало регистрации кейсов COVID-19 в Грузии. То есть все цифры определенные под колонкой, они как бы характеризуют, и я как бы гарантирую, не как бы, а точно гарантирую 100% правдивости этих входящих данных. Мы проверяли очень много раз, и если не дай бог вдруг закралась где-то какая-то маленькая машинальная или механическая ошибка, я с удовольствием прочитаю это в ваших комментариях и обязательно исправлю ошибку. В случае с Bing-ом тут все очень просто. Ты регистрируешь данные, которые вот так вот идут, и как бы особых проблем тут нету с Bing-ом. Я бы также перед тем, как перейти на объяснение DNCO, я бы хотел бы объяснить цвета в нашей временной, как сказать, динамике. То есть у нас в 28-го мы условно охарактеризовали первый период вступительный светло-зеленым цветом. Он начинается 28-го, 2-го, 20-го, кончается у нас 28-го, 5-го, 20-го, день моего рождения. Это просто случайно. Потом второй период, это у нас 29-е, 0-е, 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 20-е, темно-зеленый цвет, определенные ассоциации, которые вам в дальнейшем станут более понятны. Сейчас нет смысла углубляться на это. И с 28-го мая мы уже второй период фиксируем условно до 30-го, 0-е, 20-го. И вот с 31-го, 0-е, 0-е, 20-го у нас начинается третий период. и он еще не кончился, на самом деле, он в развитии, в продолжении, то есть мы следим в реальном режиме и регистрируем все, и апдейты будут, насколько возможно, в режиме каждого дня мы будем выкладывать апдейты, ну, доработки вот этих файлов и других версий. Теперь я бы хотел бы объяснить быстро и коротко колонку D, D, TNC1. У нас здесь буквально два дня назад, у нас за 28.02 ставил цифра 1, был один кейс, но в первой половине 26-го числа мы обнаружили, что произошла попытка, я ее не могу никак на данный момент описать, но факт, остается фактом, что произошло обнуление чисел кейсов от 1 до 5 с периода с 28 февраля до 17.02. все кейсы, которые по количеству идут 1 до 5, они просто обнулены под 0. Мы не можем это никак объяснить, и вот последний кейс, здесь зарегистрирован у нас, мы этого не можем объяснить, но у нас вся доказательная база, все будет выложено в скриншотах и так далее, и вы сами можете убедиться, что было раньше, что было позже. И на самом деле, если вы внимательно посмотрите, позиции по новым кейсам, BIMC и Valdometer, они как бы дублируются, за исключением некоторых периодов, некоторых дней, загадочных, нам до сих пор непонятных, по каким-то причинам, что-то изменяется, модифицируется или манипулируется на официальном сайте, аффилированном с грузинским правительством, вот этот ресурс, который называется StopCovid19 Georgia от МИТО службы по инфекционным заболеваниям, МИТО Министерства здравоохранения, я так и не понял, но это их неофициальный сайт, и они непосредственно на Valdometer дают ссылку, и, соответственно, они несут полную ответственность за информацию, которую граждане Грузии видят по этим ссылкам, то есть ответственность полностью лежит на правительстве Грузии. Вот, этот кейс, что от обновлений произошло ресет, мы не можем на данный момент никак объяснить, это станет ясно буквально через пару дней. Я ожидаю, что прояснение начнется уже ко дню голосования, 31 октября, на которое, конечно же, вы все должны выйти, проголосовать как законопослушные граждане Грузии, ассоциированные члены Европы, то есть это ваша обязанность, это ваше право, это ваша льгота и уникальная возможность, поэтому не буду больше на этом зацикливаться. Следующая колонка, которая у нас фигурирует в нашей графике, это и у нас все нафигурирует под day-to-day dynamics bing, то есть динамическое изменение день ото дня в процентном соотношении. То же самое касается F, но уже с вычислениями в Голдумиту. Я бы хотел немножко объяснить, как я сделал процентное соотношение, потому что, может быть, кто-то из слушателей не помнит школьные программы математики, там все очень на самом деле просто. Я сейчас попытаюсь, например, на примере 5.03.20, когда у нас был один кейс по бингу, и показать вам, какое было в процентном соотношении изменение. Чтобы вычислить это изменение между 5 и 6, и выделить это в процентах, вы должны сделать простую операцию, вы берете конечный результат, то есть в данном случае это пятерка, отнимаете единицу от нее, у вас получается 4, эти 4 вы умножаете на 100, 400 у вас получается, и эти 400 вы должны обязательно поделить на 1, и у вас получаются именно эти 400 процентов. То есть вы обличаете динамику изменений в проценты. Таким образом, у вас 400 процентов изменений с 5 на 6 в рост, рост плюс 400 процентов. Что это эти? И если взять валдометр, то тут будет такая же процедура. Вы берете 0, минусуете 6, у вас получается минус 6 в негативном соотношении. Эти минус 6 вы обязаны умножить на 100, у вас будет 600, и эти 600 вы в конечном итоге делите на 6. Таким образом, у вас сокращение числа новых кейсов, выраженное в процентном соотношении, минус 100 процентов на 6, 0, 3, 20. Следующий столбец, который я бы хотел бы объяснить вам, это G, G, мультипликатор, Bing. Мультипликатор – это модификатор, коэффициент, который используется в нашей сфере. Я 20 лет работаю, почти 20 лет, работаю программированием искусственного интеллекта, модификацией, и у нас, так как мы глобальная компания, Paradox Interactive, я на основе фриланса сотрудничаю, это шведская, стокгольмская компания, но она уже стала глобальной. В начале 2000-х энтузиасты истории, платформ исторических, они вот сделали стартап и раскрутились на очень серьезном уровне. Так вот, когда мы модифицируем, что я впоследствии продемонстрирую, но не в этом видео, а в следующем видео, мы модифицируем искусственный интеллект на те или иные шаги, на ту или иную динамику, на ту или иную модель поведения, мы оперируем исключительно мультипликаторами, модификаторами. Связь между модификатором и мультипликатором очень наглядная у вас, если вы обратите внимание, например, с первого и третьего мы зафиксировали по динамику в Бинк, по Бингу мы зафиксировали минус 200%, чтобы это получить в американском исчислении стандарте, вы должны запятую принести на два позиции вперед, то есть, грубо говоря, поделить на 100, и уже там будет не фигурировать запятая, а там уже будет точка, негативный знак остается, двойка остается, точка, и уже после точки идут вот эти три нуля, я также объясню, почему именно три нуля и три единицы в процентных соотношениях после целого числа, я это все вам объясню, то есть, у нас получилось минус 2 точки 000, это мультипликатор по Бингу, американский мультипликатор, а по Волдомитру у нас получился мультипликатор минус 1 000. И вот так вот у нас на данный момент выглядит позиция групп в I колонке, она не доработана, цель нашей задачи это группировать все данные, которые мы зафиксировали в течение всей пандемии по новым кейсам, и когда мы их разгруппируем, мы выведем в диаграмму, и понятно станет на отдельных отрезках, то есть, если мы условно говорим первый период, второй период и третий период, мы выведем процентные соотношения по группам, и там уже более как бы наглядно будут и будут напрашиваться дополнительные выводы, скажем так, дипломатично. Но это условные ноля сейчас здесь у меня, потому что XLR не позволяет пустых ячеек, потому что потом начинаются всякие глюки, и я вот условно забил нолями, но они абсолютно ничего не значат, они просто пустышки. То есть, эта графа, эта колонка должна отработаться. Вот, и что я еще хотел вам для начала объяснить, то я хотел вам рассказать немножко про производные числа. Производные числа, если мы берем, например, наши процентные соотношения, которые мы вычислили, они бывают естественного характера, и они могут ранжироваться от ноля целых и так далее, и до округленных числа. Если вы обратите внимание, это естественный характер, а если это искусственный характер, искусственный характер производных чисел, которые используются исключительно в мире искусственного интеллекта, то там они как правило бывают округленными, округленными в смысле, что например минус 200%, плюс 400% и так далее, и потом идут определенные раздробления, то есть грубо говоря вы берете например 100 лари, идите в магазин и говорите блин, разменяйте мне на пополапу, вам дают два раза по 50 лари, но вы вдруг выясняете, что вам еще надо раздробить эти две купюры и вы уже меняете каждую 50 лари на так, чтобы у вас было по 25 лари в каждой скажем кубышке, то есть у вас получается 4 раза 25 лари, но вы все равно не довольствуетесь вы дробите дальше, у вас уже получается 12,5 лари по 8 кубышек, вы вам этого недостаточно, вы идете еще дальше, дробите еще дальше, у вас уже получается 16 раз по 6,25 и так далее, это можно делать в принципе до бесконечности, но иногда просто нет смысла этого делать, так вот, и вот такими именно модификаторами, мультипликаторами, которые я потом вам покажу в своей рабочей папке от Paradox, где они фигурируют, эти вот, скажем так, раздробленные производные. Я бы хотел бы за основу взять сейчас динамику Bingo и сортировать ее определенным образом. вот. Но мне показалось немножко странным, когда я вычислил процентное соотношение, так вот на 33-20 вдруг выскочила цифра 1100 процентов роста кейсов за один день. Такого не было в мировой практике нигде. Вы можете посмотреть всю статистику всех стран мира. Нигде такого не было зафиксировано. Тысячу сто процентов. Ну и дальше у нас идут 400 процентов, 400, 360, 320 и так далее. И вот обратите внимание, насколько они искусственные немножко характера эти все цифры. Еще одна странность, которая мне бросилась в глаза, когда я вычислил эти проценты и модификаторы, мультипликаторы. Вот такая странность, как например на 30 и 04 и 20 я вычислил рост в 1066 целых 666 до бесконечности. Таких вот процентах соотношений, если я скролю дальше, вы видите 166 и до бесконечности 666 и так далее. и мы идем уже сейчас дошли до 66 целых 666 то, что в принципе фигурирует на нашей обложке от Нукзара Митревеля огромное ему спасибо, он просто your best Нукзар ты молодец. Вот это число 66 целых 666 которая на нашей карикатуре фигурирует. Она фигурирует в статистике 1, 2, 3, еще по-моему было и потом у нас если вы возьмете 66 и раздробите но 2 то у вас получается 33 целых 330 и тройка на бесконечности. Если вы дальше дробите 33 целых 300 300 до бесконечности у вас получается 16 целых 660 и вот она у нас это дробленное коэффициент 16 660 то есть это так вот чтобы показать вам что происходило с этой статистикой у нас вот и я бы хотел бы еще раз напоследок обратить ваше внимание что буквально 2 дня назад кому-то понадобилось войти на ресурс аффилированный с правительством Грузии с их официальным ресурсом стопковый 19 Джорди и произвести тотальный ресет обнуление данных по новым кейсам 8 месячной давности мы это не можем никак прокомментировать просто мы обязаны указать вам на это единственное что у меня догадки могут быть это у нас вот программисты в компьютерных технологиях есть такое понятие заметать следы если например в дигитальном пространстве кто-то делает а я сразу хочу оговориться что я не любитель страхоосвещения на шестой пункт поэтому я никогда этим не занимаюсь я знаю немножко про это но я чту и блюду закон данных каждое сказание поэтому как бы это называется просто заметать следы кто-то пытается замести следы фальсификации и манипуляции в цифровом пространстве кто и как это делает это думаю компетенция нового правительства которое будет избрано 31 октября они обязаны расследовать потому что это очень-очень-очень плохой президент и очень нехороший скажем так имидж для ассоциированного члена Европейского Союза страна которая претендует на вхождение в структуру НАТО это очень-очень-очень черный пиар это очень плохой имидж поэтому что должно сделать правительство Грузии это прежде всего отмеживаться от этого раз во-вторых расследовать все досконально и предложить представить общественности Грузии и мировому сообществу какие-то вразумительные объяснения того что происходит с официальной статистикой Грузии по новым кейсам я закончил ждите следующих видео до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...